Знаете, когда у вас начинает работать радио, газетная и телевизионная реклама? Это когда вы себе берете в штат маркетолога, который работает на откате. Вы не удивляетесь, это такая работа, тяжелая работа. Лечить вам мозги, господа предприниматели, всякими рейтингами. Но работая на телевидении, я не имею права не рассказать вам правду о том, что... Я вычитал в интернете. Это был сайт BBC, абсолютно независимый источник. Так вот, в той статейке немножко мне глаза приоткрыли. Точнее, мне-то что приоткрывать, я все знаю. Ну, вам бы приоткрыли глаза, если бы вы умели читать на английском. Итак, 86% телевизионной аудитории не смотрят телевизионную рекламу. Вот так-то. За исключением телеканала «Звезда», где часто пока и появляемся мы, и в простой форме доводим до вас необходимую информацию. Это, кстати, не очень дорого. Так вот, та информация, которую мы сегодня хотим довести до вашего сведения, есть в городе Магнитогорске фирма, которая составляет достойную конкуренцию тем, кто продает французские автомобили. Потому что делают они здесь их быстро. Где они располагаются, и куда я приехал? Я приехал на обувную фабрику. Помните, как-то вам показывал фирму МакАвто? Она была на Калмыково, теперь это здесь. И сейчас в центре города Магнитогорска обеспечивается вам любой ремонт. Информационный голод. Вот состояние, в котором пребывает практически любой бизнес. Но город-то ведь должен знать, кто, умея работать руками, зарабатывает, а не высиживает зарплату. Еще лучше, если люди эти умеют делать вещи полезные, как то, ремонтируют машины. 25 лет моей эксплуатации показало, что вечных машин нет, и это бред. Ломаются с одинаковым постоянством и машина новая, и те, кому по трицаху. И кто же может грамотно отремонтировать, не сдирая последнего? К примеру, французские автомобили. Насколько хороши все-таки машины Peugeot? Ну, как бы я купил автомобиль недавно, но, в принципе, уже доволен. Немного вот сейчас ремонтирую, вот в хорошем автосервисе у нас вот здесь вот узнал недавно. Ну, пока доволен. То есть купил автомобиль с рук? Да, совершенно верно. А он еще на гарантии, нет? Нет, уже не на гарантии, как бы у него пробег уже большой, гарантии уже нет. Мне подсказали, как бы, знакомые, что здесь и хорошо делают, и именно по французским автомобилям, именно Peugeot и Citroën, поэтому именно здесь. А удобно, центр города, обувная фабрика? Да, конечно, здесь все близко. Что-то я не пойму, иранский автомобиль приехал на центр Peugeot? Да. В чем секрет-то? Делает. То есть вы в курсе, что это вообще Peugeot 405? Конечно, в курсе. То есть можно иранские автомобили, оказывается, делать здесь? Да, и делают нормально. У вас тот автомобиль, который прославился в фильмах такси? Да, именно. Доволен? Ну, в принципе, да. А вот официальный представитель Peugeot находится далековато. Что выбрал? Ну, неофициальный, вот тут и дешевле, в первую очередь, и ребята все свои, поэтому можно всегда приехать и, как бы, произвести ремонт, можно попозже отдать денежку, и все. Ну, и понимают, плюс детали достаточно дешевые. В официальном все-таки гораздо дороже, поэтому, ну, вот уже около года к ребятам езжу никаких проблем. Нет, мы не наезжаем на дилеров, мы просто констатируем факт. Случись что там с вашим автомобилем, и грех тут у каждого первого, случись что-то более сложное, чем замена фильтра и масла, и вы попали на месяц-два ожидания. А оно вам надо? Дилеры, заточенные под регулярное техническое обслуживание, и далеко не дешевое. Точнее, в техобслуживании дешев сам труд, а все остальное дорого. Но тот, кто реально умеет делать, должен хорошо зарабатывать, и тогда сроки станут реальными. А капремонт с наличием запчастей – это день-два. И все-таки у нас не лихие девяностые и даже не двухтысячные. По-моему, человек не должен дать запчасти. По-моему, да. У нас, в принципе, в основном все основные запчасти есть в наличии. Peugeot, Citroën, да и на любые другие иномарки, также на отечественные автомобили. То есть, как бы, если что-то необходимо заказать, то это в течение от одного дня, в зависимости от того, какая нужна запчасть. Если необходимо что-то срочное, то мы можем привезти авиа. То есть, как бы, проблем никаких не составляет. То есть, даже если чего-то нет у вас, то машина не виснет на месяц, правильно? Нет, такого не было у нас ни разу. Даже капитальный ремонт, они буквально в течение недели ремонтируются. В основном все. Это факт. Проверено. Запчасти концерна Peugeot, Citroën здесь в наличии, причем их много. Отдельная тема Subaru. Автомобиль достойный, но проблемный. И во полный привод и оппозитный движок, это еще тот, не детский секс. Но делают. При этом, это центр города. И пока делают то, что быстро, можно, правда, и не обязательно, приценить всякую разность в расположенном в здании торговом центре. Или перекусить. Ну, а если капиталка или что-то закисло на пару дней, ехать отсюда недалече, это вам не 15-й километр. Вы работаете уже давно, я это знаю, у вас хороший опыт работы, но работали далековато. Калмыкова 66, ну, чуть-чуть неправильно, по-моему, центр города важнее. Да, именно специально для клиентов мы приехали в центр города. Удобное место расположения, как обычно, собственный склад запчастей. И хороший персонал. Склад запчастей, это вообще отдельная песня, мы про нее расскажем. Но мне понравилось, что у вас есть такие вещи в наличии, как форсунки на инжектор. Да, мы практически на весь модельный ряд Peugeot держим эти детали. Вплоть даже до катализаторов, которые официалы, думаю, вам не привезут. Естественно, задаемся мы вопросом. Существует ремонт простой, поменяли масло. Существует ремонт дорогой, вот форсунки поменять. А существует ремонт сложный, ну, поршень погорел, вот машина стоит. Или вот, допустим, ремонт, который связан с тем, что необходимо. Ну, такое случается, машина ржавеет же все-таки, некоторые болты не выкручиваются. Страшно ли это? Ну, наш сервис имеет гузовной цех. То есть, проблем, как бы, если ваши, как говорится, болты заржавели, ничего страшного. Срезаем, делаем новый, покрываем тем же самым антигравием покрытием, и машина ездит, как и должна. А вопросов с тяжелым ремонтом, ну, поршень поменять? Нет, для нас это не тяжелый ремонт. Капиталки мотора, это уже пройденный этап. То есть, вы делаете капитальный ремонт двигателей в том числе? Конечно, для, тем более, вот сейчас у нас, конечно, антиреклама маленькая, Peugeot 308, но есть небольшие проблемки, как бы, частные клиенты. Все дело держим уже в наличии, расходники на эти автомобили. Именно связанные с мотором. Вроде мелочь, ну, начинает кушать маслица, и, как бы, вот, маленькая, но проблемка. А так, вообще, как бы, качественные автомобили марки Peugeot Citroёn, в основном, то расходники, более старые машины, конечно, там, ходовая, все, но, повторюсь, в основном, стараемся все держать в наличии. Если надо заказать, сроки неделя максимум, это авиазаказ с Москвы, также с официального склада Peugeot Citroёn России. Тут уж я постарался быть максимально объективным, да и пора, в конце концов, на второе десятилетие существования автостопа это сделать. Итак, с этого момента говорят люди, а вы делаете свой вывод. Слово капремонт, оказывается, это не так уж и сложно. Если за дело берутся профессионалы, которые умеют не только гайки крутить, но и в случае проблемы какой-то, навернут резьбу где надо, закрепят, зафиксируют. Эти специалисты работают здесь. И на собственном опыте, не каждому в руки я доверю свой автомобиль. А особенно лезть в святая святых, сердце его. Но попробовал и получил удовлетворение.